В этом году Маргаритинская ярмарка пройдет под эгидой 85-летия Архангельской области. Всего в ярмарке запланировано участие 586 участников. Это участники из разных регионов, в том числе из Архангельской области. Из Архангельской области, подчеркну, 400 участников запланировано. Больше 100 из них получат даже места на льготных условиях, благодаря отдельному мероприятию в государственной программе. География участников также очень широкая. Котловская птицефабрика ежегодно, начиная с 2017 года, принимает участие в Маргаритинской ярмарке. Участие в данном мероприятии дает нам возможность предоставить и показать весь ассортимент и качество нашей продукции всем гостям этой ярмарки. И, соответственно, в дальнейшем увеличить рынки сбыта нашей продукции. Несколько лет назад птицефабрика запустила автоматизированную сортировку яиц. Это позволило предприятию увеличить объемы и качество выпускаемой продукции. На сегодня здесь производят порядка 120 тысяч яиц в день. На сегодняшний день мы поставляем продукцию в Котловский район, Великоусюжский район, Вельский район, город Ахангельск, также Вологодская область, Республика Коми. Это вот самые ближайшие регионы, которые мы... Ну, Кировская область частично. Поддерживать конкурентный уровень цен позволяет собственное производство кормов. Это дает возможность на 30% сократить расходы. Кстати, в составе комбикорма есть кукуруза. От этого желток становится привлекательного, ярко-оранжевого цвета. Да и пользы в таком яйце больше. Мы нацелены на то, чтобы реализовать нашу продукцию в Ахангельской области. Для этого делается работа по увеличению покрытия зоны доставки и поставки нашей продукции в муниципальные, школьные, дошкольные учреждения Ахангельской области. Для увеличения объемов продукции предприятие ежегодно инвестирует прибыль в модернизацию производства. Так, в 2021 году был реконструирован один из цехов. Сейчас в нем готовится к установке оборудования. Так как мы ежегодно ездим на ярмарку, ожидание у нас, чтобы люди спрашивали нашу продукцию в других магазинах после ярмарки, чтобы это дало толчок для местных предпринимателей брать нашу продукцию и предоставлять всем жителям.